В эфире итоговая программа «Город». С вами Людмила Перминова. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Поселок Советский спасли от чрезвычайной ситуации. К ней едва не привела череда аварий на теплосетях. Интерьеры прошлых столетий возвращаются. В Выборгском замке открыта уникальная экспозиция. За шахматными досками сильнейшие. В Выборге проходит финал первенства города по классическим шахматам. Ленинградская область расширяет сотрудничество с Грецией. В Доме правительства губернатор 47-го региона Александр Дрозденко провел встречу с новым генеральным консулом Греческой Республики в Санкт-Петербурге по Найотисам-Беглитисам. 2016 год объявлен Перекрестным годом культур России и Греции. Поэтому, подчеркнул Дрозденко, прямые отношения Ленинградской области с компаниями и предприятиями Греческой Республики должны развиваться более интенсивно. И положительные примеры есть. Это, в частности, сотрудничество между городами Сосновый Бор и Александрополис. Это сотрудничество уже продолжается не один год, и оно достаточно успешно и очень позитивно. К этому сотрудничеству также в течение последних пяти лет подключались еще два города Ленинградской области. Это город Кириши и город Приозенск. Один из элементов этого сотрудничества – это обмен делегациями городов. И что для меня немаловажно, очень показательно – это организация летнего отдыха наших ребятишек в Александрополисе. И это имело очень хорошее и социальное, и политическое значение. По Найоте-Сбеглете сообщил о готовности греческой стороны развивать партнерские отношения с Ленинградской областью и выразил уверенность в том, что сотрудничество с 47-м регионом пойдет на благо жителей двух стран. Выборгский судостроительный завод подписал соглашение о сотрудничестве с Архангельским траловым флотом. По условиям документа, верфь построит под ключ серию рыболовных судов нового поколения. Траулеры будут предназначены для лова донных пород рыб. Четыре судна предполагается построить и передать заказчику в 2018-2019 годах. Как отмечают на предприятии, реализация данного соглашения позволит обновить и вывести на новый уровень рыбодобывающий флот в России. Испытания морозами перенесли на уходящей неделе жители поселка Советский, а вместе с ними коммунальные службы и власти Выборгского района. В результате нескольких порывов магистральной теплотрассы без горячей воды и отопления осталась половина поселка. Как удалось не допустить чрезвычайной ситуации? Реконструкция событий в нашем следующем сюжете. Утром 17 января аварийная бригада начала работу. К 13 часам сотрудники участка номер 8 управляющей компании произвели ремонт трубы. В системе начали повышать давление, как в нескольких метрах от первого произошел новый порыв. С ним справились к 9 вечера. И тут очередная уже третья авария, примерно в 100 метрах от предыдущих очагов. Ее ликвидировали к 2 часам ночи 18 января. Все это время коммунальщики работали без отдыха, понимая, чего может стоить промедление. Ведь температура воздуха в отдельные часы опускалась до минус 30 градусов. К 9 утра понедельника удалось запитать все многоквартирные дома и административные здания. Поскольку они долго не прогревались, коммунальщики осознавали неизбежность промерзания участков системы отопления зданий. Мы вызвали с других поселений, из города Выборга, еще 8 аварийных бригад. 8 специально оборудованных автомашин с экипажем в 3-4 человека. То есть, еще больше 30 человек к 9 утра понедельник съехали с поселок Советский. Тем временем в администрации поселка состояло и заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вот здесь вот за этим столом соседали и генеральный директор управляющей компании, сам главы администрации Выборгского района Ленинградской области. Это Самоленко Дмитрий Борисович, представители комбината были здесь, представители учреждений муниципальных и предприятий. Мы здесь, в общем-то, выслушали все наши пожелания наших муниципальных учреждений, директоров. В течение дня все, вот этой штабом, никто не уехал. Все находились здесь, на рабочем месте, все ездили по подвалам, по чердакам, по проблемным местам. Этих проблемных мест было еще немало. Коммунальщикам пришлось размораживать тепловые пункты и около сотни стояков в домах. К 18 часам понедельника они восстановили функционирование систем теплоснабжения почти всех зданий. А к 4 утра вторника работы были окончательно завершены. Таких масштабных аварий, как это, руководство управляющей компании не припомнит. Да и во всей Ленинградской области их можно пересчитать по пальцам. Одна авария это штатная ситуация, две аварии похуже, три аварии это уже очень тяжелая аварийная ситуация. Эта работа показала несколько моментов, что даже при столь объемной и тяжелой аварийной ситуации коммунальные службы района во взаимодействии с администрацией района и поселения отработали в штатном режиме и не допустили развития ситуации до чрезвычайной. В период самых морозных ночей, длительного воздействия низких температур, мы систему спасли. И большое спасибо, конечно, всем, кто откликнулся. Причиной аварии стала изношенность трасс центрального отопления, не менявшихся с 1987 года. В лютые морозы трубы попросту не выдержали. Если мы с бюджета могли себе позволить внутриквартальные сети и вода менять как-то ежегодно, и вот как показала практика этот вот форс-мажор, что у нас сети все выдержали, нигде не было прихвачено и размораживание вот сетей магистральных и внутриквартальных. При таких ветких сетях, конечно, нужно вливание больше денежных средств. Сейчас мы готовим техзадания на те проблемные участки для того, чтобы составить сметы и обратиться в Выборгский район. А Выборгский район уже дальше, наверное, правительство Ленинградской области. Поскольку здесь такой яркий пример, то практически наверняка мы получим помощь от правительства этим летом. Ну, по крайней мере, часть этих трасс будет заменена. Местные власти и руководство управляющей компании надеются, что дозимовать жителям Выборгского района удастся спокойно. По крайней мере, коммунальные службы к любым нештатным ситуациям готовы. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Итоги деятельности за прошлый год Ленинградской областной подсистемы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях подвели во Всеволожске. После обсуждения задач на текущий год состоялась церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников. В их числе были и представители Выборгского района. Так, благодарность губернатора Ленобласти объявлена начальнику отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций районного управления безопасности Александру Макурину. Медалью 25 лет МЧС России награждена диспетчер единой дежурной диспетчерской службы Выборгского района Наталья Вайсфельд. Лучшим отделом надзорной деятельности главного управления МЧС Ленинградской области признан Выборгский отдел. Также лучшим в регионе стало наше отделение ГИМС. Льготные категории граждан получили право использовать единые проездные билеты на всех городских автобусах Выборге. На маршрутах номер 13 и 14, которые до этого были коммерческими, теперь также действуют именные пластиковые карты. Чтобы установить право граждан на льготный проезд, районная администрация вела переговоры с областным правительством, ведь именно к полномочиям региона относится данный вопрос. Незадолго до нового года договоренность была достигнута и с первых чисел января перевозчик осуществляет обслуживание с учетом социальных льгот, применяемых на территории 47 региона. Тринадцатый маршрут обслуживается тремя автобусами. В основном автобусы это большие и средние. Все видели это Лиазы, Скани и Мазы. 14 маршрут, так как связан он с меньшим пассажиропотоком, мониторинг постоянно ведется, качество обслуживания населения постоянно пытаемся улучшить. В результате было принято решение оптимизации этого маршрута. Временами ходят по 14 маршруту пазики. В связи со сложными погодными условиями компания-перевозчик обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть взаимно вежливыми и предупредительными, чтобы не создавать в городе аварийных ситуаций. При переходе по пешеходному переходу дороги не выбегайте на пешеходный переход. Убедитесь, что вас транспортное средство пропускает. В частности, автобусы. Автобусы имеют длинный тормозной путь, более длинный, чем другие легковые машины. Поэтому убедитесь, что вас пропускают и потом переходите дорогу. При выходе из автобуса убедительная просьба не обходить автобуса ни спереди, ни сзади. Это тоже чревато последствиями, связанными с ДТП, с другими участниками движения. Дождитесь, пока автобус отойдет от остановки. После этого переходите по пешеходному переходу дорогу. Кроме того, автовладельцев просят не создавать помех автобусам на остановках. О происшествиях в Выборге погибла, упав с высоты 16-летняя девушка. Трагедия произошла накануне около 7 вечера. Как рассказали корреспондентам медиагруппы «Наш город» в Выборгском следственном отделе, девушка выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже в одном из домов на бульваре Кутузова. Сейчас правоохранители проводят проверку и выясняют причины произошедшего. 24-летний житель Светогорска обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища и кражи. Выборгским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении молодого человека. Следователи полагают, что утром 21 октября минувшего года он проник на крышу многоэтажки в Светогорске и спрыгнул на балкон квартиры своей знакомой, расположенной на девятом этаже. Хозяйкой в тот момент отсутствовало. Светогорец проник в жилище. По словам молодого человека, на такой поступок он отважился, поскольку ему негде было ночевать. А спустя несколько дней он снова забрался в квартиру женщины, похитил деньги и ценные вещи, причинив ущерб размером более 42 тысяч рублей. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» в очередной раз проведут на территории Выборгского района 23 января. В субботу все остановленные инспекторами ГИБДД автолюбители будут проверены на трезвость. В Выборге продолжится уборка снега. Расчистка города от снежных валов производится в плановом порядке. Согласно графику, разработанному предприятием «Рассэм» и согласованному с Выборгской администрацией, убирать снег в ночь с 22 на 23 января будут на улице Гагарина от улицы Крепостной до проспекта Победы. Днем расчистят проспект Победы от Приморской до Сухова. В ночь с субботы на воскресенье снегоуборочная техника выйдет на улицу Куйбышева и пройдет от Леншоссе до Вокзальной. Днем 24 января очистят от снега проспект Победы от улицы Сухова до Гагарина. А в ночь на понедельник – морскую набережную от Ленинградского проспекта до Каменного переулка. Перед выводом техники по адресам, обозначенным в графике, в начале и конце зоны механизированной уборки будут устанавливаться дорожные знаки. Жители Выборга просят в указанные дни не оставлять на проезжей части транспортные средства. Это было недавно, это было давно. В выставочном зале Выборгского замка открыта интерьерная экспозиция середины 19-го – начала 20-го века. Большинство экспонатов впервые покинули фонды музея и предстали перед зрителями в виде наглядных картин того, как жили наши недалекие предки. На торжественном открытии выставки, которую у строителей назвали «Историзм и модерм» – два стиля одной эпохи, побывал и наш корреспондент Наталья Березовская. Модро звучит старинный патефон. Металлическая игла двигается по пластинке – 78 оборотов в минуту. Хриплый, но громкий голос переносит гостей в начало 20-го века. Века стремительного, наполненного удивительными открытиями и изобретениями. В сложно сочиненное время, волнений и страданий. И вместе с тем – небывалого творческого взлета в архитектуре, живописи, музыке и литературе. Гостям выставки, открывшейся в Выборгском замке, новая команда музея представила свое видение интерьерной экспозиции, выбрав для нее образцы мебели, предметы декора, костюма и быта из фондовой коллекции. Большинство из них никогда еще не экспонировались. Вещи здесь в основном представлены из таких трех крупных блоков, трех семей, скажем так. Это от Буренина Николая Евгеньевича, это поступление 80-х годов. Это от Плохинских, это поступление совсем недавно, 2011 года. И мы до сих пор в процессе их оформления, потому что это петербургская семья, она, извините, вымерла. И наследники, которые ухаживали за последним представителем этой семьи, просто-напросто передал в дар музея всю коллекцию. Это более четырех тысяч предметов. Поэтому здесь, конечно, представлена лишь малая часть, но вот мебель в основном как раз из этой коллекции. Кровать, которая здесь у нас стоит, это как раз от них. Плюс большое поступление, это такие таможенные поступления. И то, что собрали сотрудники из разных мест, в том числе и из администрации советских учреждений. По словам куратора выставки, заместителя директора музея Анастасии Прониной, главной целью у строителей было показать, что история – это живая субстанция, а не страница в учебнике. Выставка наполнена действительно нашей любовью к тому, что мы делаем. Мы старались сделать не сухую историческую справку, мы хотели сделать наполненную жизнью выставку. Я надеюсь, что у нас получилось. Именно по этой причине мы столько внимания уделяем мелочам. И наши фонды в этом случае, конечно, оказали нам неоценимую помощь. Нам не пришлось обращаться к сторонним организациям, просить помощи у других музеев. Все, что здесь представлено на 98% – это наши фонды. Созданные интерьеры удачно дополнили варианты обоев компании Morrison Company, которая уже более 150 лет производит их по оригинальным эскизам Уильяма Морриса. Являясь правообладателем всего наследия художника, компания по сей день работает с его архивом. Технология производства обоев сохранилась с 19 века. В экспозиции также представлены авторские эскизы архитектора Андрея Оля и многочисленные фотографии. Директор музея Владимир Цой считает, что выставка удалась. А процесс подготовки к ней еще раз доказал – музею необходим реставратор. Вы можете увидеть, что некоторые предметы находятся, может быть, не в том состоянии, в котором нам бы хотелось видеть. И еще раз я, как руководитель, убедился в том, что, наверное, нам нужно поднимать вопрос как минимум о том, чтобы у нас появился штатный реставратор, а как максимум о создании некоего, может быть, реставрационного участка, может быть, при музее-заповеднике или относительно независимом. Но действительно объем работы для подобного направления у нас в городе и даже у нас в музее существует. Выставка «Историзм и модерн. Два стиля одной эпохи» будет работать на втором этаже выставочного зала Выборгского замка до 31 марта. Наталья Березовская, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город». Чем заняться в выходные дни? В субботу в библиотеке «Алта» в рамках программы «Кинодиалог» состоится просмотр и обсуждение фильма «Адмирал Нахимов» режиссер Всеволод Пудовкин. Начало в 17 часов. Парк «Мандрыпо» 23 января приглашает гостей на мероприятие, посвященное Дню студента «Зажги свою свечу». Начало в 13.00. В детской школе искусств на проспекте Ленина 2А в субботу пройдет концерт выпускников музыкальных школ города и района, избравших путь профессиональных музыкантов «Музыкальные истоки». Начало в 16 часов. Обращаем ваше внимание. Концерт был перенесен в школу искусств из Выборгской гимназии. А в воскресенье 24 января гильдия экскурсоводов приглашает на прогулку, которая начнется в 15 часов от здания главпочтамта. Лыжная база парка культуры и отдыха после первого снегопада распахнула двери для любителей лыжных прогулок. Здесь можно взять на прокат не только лыжи, но также санки и ватрушки. Подробнее в следующем сюжете. Зима – время активного отдыха. Большинство горожан радуются выпавшему снегу. Он не только укутывает землю белоснежным одеялом, делая пейзаж за окном сказочным, но и дарит прекрасную возможность покататься на лыжах, санках и ватрушках. Лыжная база парка культуры и отдыха на Батарейной горе готова принять всех, даже самых юных любителей зимних видов спорта. Лыжная база подготовилась с прошлого года по просьбе особенно маленьких горожан Выборга. Мы приобрели для них специально отличные ботиночки самых маленьких размеров – 30-й, 31-й, 32-й. Пожалуйста, теперь все категории горожан может приходить, получать удовольствие. Погода стоит хорошая, солнечная. Сейчас мороз немножко покрепчал, но самые стойкие не отказываются. Так что у нас лыжная база заработала, поэтому приглашаем горожан и гостей города Выборга отдохнуть. Активно услугами лыжной базы пользуются выборгские школьники. Зимой уроки физкультуры, если позволяют погодные условия, проходят на свежем воздухе. С удовольствием дети катаются, особенно те, кто помладше, 5-6 класса, они просто с жаждой такой, как только выходим на учебу, сразу когда у нас лыжи начинают спрашивать. В этом году трасса интересная проложена чуть побольше, там мимо фомиков кататься нужно, с небольшими спусками очень хорошо. То есть для начинающих с этих спусков кататься очень удобно. Впрочем, юноши и девушки, предпочитающие вести здоровый образ жизни, активно проводят досуг и во внеурочное время. На прокат на лыжной базе можно взять не только лыжи. Есть также санки и ватрушки. Главное – одеться потеплее, чтобы чувствовать себя комфортно. Желательно штаны, чтобы не обтягивающие были, свободные, то есть чтобы как в термосе пространство было свободное. Не в лосинах, не в обтягивающем рюке. Что еще в варежке обязательно, шапку, чтобы не застудить голову. Зимой можно заняться спортивным, на коньках покататься, потому что у меня это как-то получается. На лыжах тоже можно хорошо и побегать, зимой можно на батареинговее. Мне очень нравятся такие уроки в физкультуре, собственно говоря, зимой на природе. Можно покататься, оторваться, зарядиться, получить такой заряд энергии хороший. Зимой лыжная база на Батарейной горе работает ежедневно. С понедельника по субботу с 8 до 18. В воскресенье с 10 утра до 6 часов вечера. Выдача спортивного инвентаря прекращается за час до окончания работы базы. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». В предстоящие выходные на спортивных площадках Выборга пройдет множество соревнований. 23 января в спорткомплексе на Приморской 41 состоится турнир по тайскому боксу. Начало в 10 часов. В 11.00 там же стартует открытое первенство города среди ветеранов по настольному теннису. 24 января в зале на Круговой 1 состоится турнир по кудо «Новичок». Начало в 10 утра. В Кировских дачах в воскресенье пройдет первый этап первенства Выборга по лыжным гонкам. Старт в полдень. Любители хоккея смогут поболеть за команды в выходные. 23 и 24 января в Выборге пройдут игры в рамках второго тура областного первенства по хоккею среди ветеранов. В субботу в 11 часов на стадионе «Авангард» выборгский фаворит встретится со сборной региона «Ленхоккей». В 15.00 наша команда сыграет с «Новтрансом» из «Отрадного». В воскресенье на «Авангарде» фаворит сразится с форвардом из «Ладейного поля». Матч начнется в 11 часов. Выборгские спортсмены начали борьбу за титул чемпиона Выборга по классическим шахматам. В этом году в финале городского первенства принимает участие 10 шахматистов. Сюжет Вероники Когут. Финал первенства Выборга по классическим шахматам собрал в этом сезоне 10 сильнейших спортсменов. Несколько игроков были отобраны для участия в решающих турнирах по итогам полуфинальных игр. Другие получили право выступать в финале с учетом заслуг прошлых лет. У нас так установлено, кто был чемпионом города хоть когда-то, они имеют право всегда выступать в финале. Вот тут у нас начался финал, они почти все были чемпионами. Каждому спортсмену на одну партию отводится два часа. То есть теоретически игра может продлиться в четыре часа. В следующем сезоне организаторы соревнований планируют снизить временной интервал до часа на одного игрока. Правилами классических шахмат это допускается и сделает игры более динамичными. По итогам первых финальных игр лидерство захватил Александр Мартынов. Он легко выиграл обе партии и заработал два очка. Как выяснилось, молодой спортсмен 10 лет назад оставил занятия шахматами. На тот момент он выполнил норму кандидата в мастера спорта и встал вопрос, что делать дальше. Заниматься ли этим профессионально и ехать для этого в Питер. Потому что уже в выборской среде кандидат в мастера спорта это предел, так скажем. Мастеров у нас нет. И хотя мне пророчили стать мастером первым, но это не случилось. А сейчас, так скажем, это реванш у меня с самим собой. 10 лет спустя я вновь играю, надеюсь победить и возможно продолжить свое развитие в шахматах. Как признался Александр Мартынов, сегодня он также размышляет над тем, каким образом можно использовать интеллектуальный потенциал выборских шахматистов. Что касается финала первенства города по классическим шахматам, по результатам первых двух игр по одному очку набрали Сергей Салманов, Леонид Лапшин, Иван Варава и Александр Руколь. Следующие игры пройдут в предстоящие выходные в шахматном клубе «Намира-23». Начало в 12 часов. Окончательные итоги финала будут подведены к концу февраля. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Берегите себя и до встречи. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Намира-23». 23 января в Выборге ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем 12-13 градусов со знаком «минус». Ночью на градус теплее. Ветер южный до 4 метров в секунду. В воскресенье будет идти снег – минус 10-11. В Петербурге в субботу облачно с прояснениями. Днем минус 10-11 градусов, ночью 6-7 мороза. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В воскресенье синоптики обещают небольшое повышение температуры и снег в вечерние часы. В Лапинрансе в субботу переменная облачность. Днем минус 10-11, в ночное время минус 6-7. Ветер южный до 3 метров в секунду. В воскресенье слабый снег – 6-7 градусов мороза. В Хельсинки облачно с прояснениями, без осадков. Днем в столице Финляндии не выше минус 5. Ночью на градус теплее пойдет снег. Ветер южный 5-6 метров в секунду. В воскресенье снег и до минус 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова